Наталья, давайте для начала нашим зрителям обозначим, в чем ваша экспертиза, чем вы занимаетесь. Я специализируюсь на разработке и улучшении розничных форматов. Я так понимаю, что вы специализируете в том числе на категориях собственного производства? При разработке и улучшении розничного формата, собственное производство одна из ключевых категорий, как правило, навсегда. И в том числе формируя ценностное предложение для лояльных покупателей данного розничного формата, который улучшаем, безусловно, мы учитываем сильные компетенции собственного производства и развиваем категории, показываем покупателю в лучшем виде собственного производства, далее эту категорию собственного производства, ровно так, чтобы это соответствовало ожиданиям целевых покупателей в том числе. По-вашему, за счет чего развивается категория собственного производства в продуктовых форматах? За счет концептуальных изменений самих розничных форматов, за счет меняющихся трендов, тенденций развития категорий, изменения предпочтений целевых покупателей, уточненной потребности покупателей по категориям собственного производства, ну и улучшения технологий продаж в принципе. Виталия, что важно учитывать компании при развитии категории собственного производства на этапе, когда она готовится улучшать формат? Ну, в первую очередь, категория собственного производства развивается в единой концепции в целом с розничным форматом. При разработке модели розничного формата важно учитывать в привязке к категориям собственного производства тоже местоположение магазинов, То есть где это? Центр, спальный, микрорайон, область, город. То есть какая там потребность покупателей, какую продукцию собственного производства нужно дать там. Во-вторых, это ассортимент. То есть ассортимент – ценовая модель. Очень важно общее ценовое позиционирование с розничным форматом и категорией собственного производства. Очень важен ассортимент, то есть представленность неких категорий собственного производства. Что это? Пекарня, кофейня, кулинария. То есть в этом плане. следующий момент это отношения с покупателями очень важно доверительное отношение с покупателями лояльными покупателями в категории собственного производства очень важно торговое пространство и бесконечное безграничное вера даже возможности визуального мерчендайзинга потому что так как подать ультра свежий продукт собственного производства но с этим реально можно сделать чудеса дополнительные услуги сервис всегда ассортиментный сервис и тоже сервис который не работает категориях собственного производства дает значительный импульс росту категории собственного производства но и сам по себе розничный бренд он также доносит ценность через коммуникации с покупателями то ценность продукта да или там предлагаемого ассортимента в новом улучшенном формате поэтому все это вместе состает дополнение да то есть существенное дополнение к ценностному предложению данного формата а если говорить про какие-то дополнительные импульсы продаж то что может быть что это может чем что-то может стать что это может быть ну в первую очередь это наверно все-таки органическая тенденция да дает импульс этого движения то что сейчас нужно ультра свежий опять же качество натурально органическая если мы говорим про это второй момент эта тенденция в принципе к устойчивому развитию категории собственного производства ну я уже говорил повторяю что более достоверно и искренне общение с покупателем также инновационной линейки продукции собственного производства но и расширенный гастрономический опыт покупок в зонах еды до в торговых залах магазинов какие может быть мысли советы советы на чем сфокусироваться вы могли бы вот дать розничным сетям с высоты вашей экспертизы в части как раз развития этой категории собственного производства ну категории собственного производства всегда имеют значимый потенциал развития в каждом продуктовом формате с которым бы мы не работали и улучшая розничный формат в целом мы всегда параллельно улучшаем категории собственного производства потому что это одна из сильных компетенций каждой розничной сети если она есть ее нужно обязательно показать лучшим виде но наверное учитывая тенденции растущие тренды актуально постоянно развивать существующие категории вводить тестировать давать новые категории в том числе собственного производства для того чтобы удовлетворять потребности текущие покупатели и при этом важно использовать силу качества свежести натуральности понимание предпочтений своих целевых покупателей улучшение торгового пространства визуального мерчендайзинга внедрение новых технологий и опыта покупок развивать доверительные отношения со своими покупателями формировать дополнительные случаи покупки или ситуации потребления продукции собственного производства в том числе а что вы закладываете в понятие доверительные отношения с покупателями это какие-то принципиально иные способы с ними контактирования это может быть не знаю условно полезно сделать всем инстаграм там или как-то общаться вот что что в это подразумевается в первую очередь категории собственно производства же клиентский сервис до куда покупатель приходит напрямую в отдел да и есть возможность получить консультацию при выборе упаковки разогреве получения вот таких сервисов о сервисе в магазине о сервисе магазин а что касается таких внешних контактов с покупателем когда ну не знаю там сеть как-то может быть через свои каналы общения рассказывает про сейчас как правило в розничных сетях ну у каждого есть программа лояльности и важно просто как ну собственному производству в том числе до продвигать продукцию собственно производства для того чтобы соответствовать ожиданиям вот этих лояльных покупателей которые лояльны уже к этому формату делать им персональное предложение делать интересные механики давать пробовать дегустировать то есть вдохновлять удивлять это же бесконечный источник ну драйва и желание приходить опять магазин а я все-таки рискну еще один вопрос задать может быть вы не сможете него ответить имеется ну что может быть это просто как-то будет не тактично по отношению к сетям а в целом вот сейчас когда вы смотрите на наш российский рынок сети правильно работать с категорией собственного производства или все-таки им есть еще куда стремиться конечно однозначно есть куда стремиться россии и поверьте даже если мы входим в сеть как бы с проектами есть желание улучшать формат то первое на что мы обращаем внимание это собственно производство и казалось бы все хорошо целевые показатели по собственному производству выполняются и что ну а какой еще есть потенциал который не подняли да вот оценить с учетом вообще всех возможностей до с учетом вот этой расширенной уточненной потребности покупателей и просто доработать дать этим дополнительный продукт это всегда положительно сказывается на той же выручки категории собственного производства на количестве покупок на частоте покупок лояльных покупателей продукции собственно производства но я надеюсь что те кто делает продолжить делать те кто не делал так вам прислушаться никогда не поздно спасибо большое что вы к нам сегодня дали спасибо вам большое